Среди тех, кого ленинградцы выдвинули кандидатами в депутаты Верховного Совета Российской Федерации, член Политбюро ЦК КПСС, первый заместитель председателя Совета Министров СССР Николай Александрович Тихонов. В канун выборов видный деятель Коммунистической партии и Советского государства товарищ Тихонов побывал в нашем городе. Встретился с трудящимися фарфорового завода имени Ломоносова. Кандидат в депутаты знакомился с продукцией предприятия, беседовал с рабочими специалистами, интересовался условиями их труда и быта. Товарищу Тихонову рассказали об успехах коллектива, о ходе выполнения заданий десятой пятилетки. Дворец культуры Невский. Выступая перед трудящимися Абуховского избирательного округа, кандидат в депутаты Верховного Совета РСФСР, член Политбюро ЦК КПСС, первый заместитель председателя Совета Министров СССР Николай Александрович Тихонов сказал. Дорогие товарищи, уважаемые ленинградцы, сегодня я испытываю чувство волнения и большой радости от встречи со своими избирателями, трудящимися Абуховского избирательного округа города Ленинграда. Быть кандидатом в депутаты Верховного Совета Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, от трудящейся города, носящего имя гениального основателя нашей партии и государства Владимира Ильича Ленина, огромная честь и высокое доверие. Ленинград, город, положивший начало коренным революционным преобразованиям нашей эпохи, по особенному дорог каждому советскому человеку. Здесь под руководством Ленина в горниле классовых битв сформировались кадры большевиков, возглавивших Великую Октябрьскую Социалистическую Революцию, в ходе которой было создано первое в мире государство рабочих и крестьян. Леонид Ильич Брежнев не раз отмечал активную и плодотворную деятельность партийных организаций, трудовых коллективов Ленинграда в выполнении важных производственных задач. Он лично хорошо знает многих ленинградцев, рабочих, ученых, представителей творческой интеллигенции. Леонид Ильич просил передать коммунистам, всем тружникам города-героям Ленинграда и Ленинградской области, сердечный привет, пожелание новых достижений в труде, всего доброго и хорошего в жизни. Я с большой радостью выполняю это почетное поручение. В своей речи товарищ Тихонов говорил о том, что за годы, прошедшие после 25-го съезда КПСС, в стране проделана огромная созидательная работа, упрочились международные позиции Советского Союза. Наши успехи в экономическом и культурном строительстве, в решении социальных вопросов – все это результат самотверженного труда советского народа, правильности политики Ленинской партии. Эта политика пользуется безраздельной поддержкой всего советского народа, в нерушимом единстве партии и народа гарантия новых побед в коммунистическом строительстве. Товарищи, заканчивая свое выступление, я хочу еще раз от души сказать, что мне дороги честь и доверие, оказанные ленинградцами. Большое волнение вызывают у меня и добрые слова, которые были высказаны участниками собрания в мой адрес. Я отношу их прежде всего к нашей родной коммунистической партии, которая мудро, по-ленински направляет всю созидательную деятельность советского народа. Идя по пути октября, под руководством партии Ленина, советский народ досигнет новых высот в экономическом и культурном строительстве, в укреплении международных позиций Советского Союза. Еще раз большое спасибо за оказанное мне доверие, за теплый прием. Хочу пожелать избирателям округа всем ленинградцам новых славных свершений на благо нашей великой Родины.